Игорь Горьков, директор Мемориального центра Бутово Там, где когда-то возник Секиро-Вознесенский скид Соловецкого монастыря А с 1923 года действовал один из самых страшных штрафных изоляторов Слона Это место в народе называется Секиркой Это место страшное Это место, где людей пытали, ломали Где их пытались заставить соблюдать лагерный режим всеми доступными способами Их пытались нравственно уничтожить Многих здесь и уничтожили Кто-то был замучен до смерти, кто-то был расстрелян Среди прочих заключенных в Советском лагере А я напомню вам, что в 1930 году Население Советского лагеря, ну правда, с материковыми командировками Достигало уже 50 тысяч человек Так вот, среди прочих здесь были и многочисленные священнослужители Архипастыри, пастыри, монахи, миряне, пострадавшие за веру Многим из них пришлось пройти через штрафной изолятор И в том числе это наш бутовский новомученик Епископ Аркадий Астальский, это Василий Гундяев, дедушка святейшего патриарха Московского Сееруси Кирилла Это многие другие исповедники веры Сегодня мы будем говорить с вами о Секирной горе как месте в памяти новомученика Сейчас нам, конечно, трудно представить, что такое секирный штрафизолятор Хотя мы можем, например, с вами посмотреть на план штрафного изолятора Который в своей книге приводит генерал Зайцев Чудом спасшийся на Соловках И, наверное, поэтому мы обратимся с вами сейчас к тексту замечательного духовного писателя Бориса Ширяева К его книге «Неугасимая лампада», где он рассказывает о своих встречах в Соловецком лагере И пусть это, конечно, литературный текст из некоторой степени билетаризации своего опыта Но, тем не менее, вот сквозь эту литературу проступают очень яркие личности живых людей Которые были когда-то узниками Соловецкого кослагеря Один из героев повествования Бориса Ширяева Это утешительный поп Никодим Конец жизни, которого как раз наступил здесь, на Секирке Борис Ширяев пишет Секирке мученического венца отец Никодим не миновал На первый день Рождества вздумали всем лесным баракам Человек 20 в нем жило, а бедню отслужить затемно до подъема, пока дверей еще не отпирали Но, видно, припозднились, отпирает охрана барак, а там отец Никодим Хировинскую с двумя казаками поет Молившиеся успели разбежаться по нарам, а эти трое были увлечены Ты что по повеям здесь разводишь? Отец Никодим не отвечает, а бедню прерывать нельзя, только рукой помакивает Все трое пошли на Секирку Весной я спросил одного из немногих вырвавшихся оттуда, знает ли он отца Никодима Утешительного попа, да кто же его не знает на Секирке Целыми ночами нам в штабелях священные сказки рассказывал В каких штабелях? Не знаете, не бывали еще в них, но объясню Зимой секирная церковь, где живут штрафные, не отапливается Верхняя одежда и одеяла отобраны Так мы такой способ изобрели, спать штабелями, как баланы кладут Ложатся четыре человека в ряд на бок, на них четыре поперек, на тех еще четыре, снова накрест Сверху весь штабель имеющимся в наличии барахлом укрывают Внутри надышит и тепло, редко кто замерзнет, если упаковка тщательная Вкладывались же мы прямо после вечерней поверки, заснуть, конечно, не можем сразу Вот и слушаем священные сказки Утешительного попа И на душе светлеет Отца Никодима у нас все уважали, и Петра Хилима сверудили крест, дароносицу Такой, когда же он срок кончает? Кончил На самую пасху служил ночью в уголке светлую за утренню Похристосовался с нами Потом в штабель легли досыпать Он же про воскресение Христовы сказку сказал А на утро разобрали штабель, не стает наш утешительный Мы его будем, а он холодный уже Надо полагать, придушился, в нижний ряд попал Это бывало Сколько человек он у нас За зиму напутствовал, а сам без напутствия в дальний путь пошел Впрочем, зачем ему оно? Он сам дорогу знает Прошли несколько метров И оказались вот здесь, посреди леса Соловецкого И мы видим, что среди деревьев стоят кресты И обозначены вот этими растяжками Братские могилы Которые были обнаружены здесь в начале 2000-х годов Хотя с конца 90-х, в общем-то, здесь в окрестностях Секирки Шли поиски места массовых захоронений Потому что было ясно, многие заключенные погибли в штрафном изоляторе Но где их могила была, не до конца понятно Вообще на Соловках хоронить тяжело Потому что здесь культурный слой очень небольшой А, собственно говоря, плодородный слой почвы Составляет всего лишь полтора метра И вот даже здесь, в одной из таких могил Которые мы видим в разрезе Мы видим, что, в общем-то, нижнюю часть составляет Камей, уже каменистый грунт Тела расстрелянных или погибших от непосильных условий содержания Сюда приносили, здесь хоронили И, конечно, теперь сказать точно, где кто находится нельзя Так же, как, в общем-то, у нас нет и списков заключенных В секирном политизоляторе Но это колоссальное дело Найти место захоронения Обозначить его Чтобы тела здесь, лежащих людей Не попирались ногами туристов Чтобы это место превратилось в место памяти Нужно сказать, что в этой работе принял большое участие И такой известный активист из Петрозаводска Юрий Дмитриев Вот эта вот работа по обустройству места захоронения Была им проделана вместе с учащимися Московской киношколы Это проект общественный, мемориальный Очень значимый в наше время Вот здесь сейчас на кладбище Если можно так это место назвать Точнее сказать, на месте захоронения Жертв политических репрессий Жертв штрафного изолятора на секирке Мы с вами сейчас находимся Здесь, кроме всего прочего Возможно, были также похоронены и заключенные Которых расстреляли Когда ликвидировали Словецкий лагерь особого назначения В 1939 году Мы знаем, что две партии заключенных Были отправлены на материк Одна расстреляла в Сандармохе Другая, возможно, в Ладейном поле А вот еще здесь, на Соловках Может быть, здесь рядом с секиркой Тоже была расстреляна группа заключенных Которых просто уже решили никуда не вывозить По причине начавшихся осенних штормов Или по каким-то другим причинам Которых мы уже сейчас не знаем Сейчас мы здесь встретили группу православных паломников Которые пришли помолиться У всех пострадавших на секирке Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный Помилуй нас Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный Помилуй нас Слава Всю Союзу На то, что около каждого креста Здесь внизу Конкретное количество Человеческих тел Извлеченных и перезахороненных Здесь братской могиле Здесь находится дорожка По которой можно спуститься К кладбищу узников Словецкого лагеря особого назначения К тому кладбищу Которое было обнаружено в 2005 году И обустроено Сейчас мы туда спустимся с вами У спуска на кладбище жертв политических репрессий Стоит здесь вот этот замечательный памятный крест В 2007 году он был поставлен Соловецким, Спасопреображенским Ставропегиальным мужским монастырем Крест необычный Он имеет очень интересную символику И делал его мастер Георгий Георгиевич Кожикарь Руководит кресторезной Соловецкой мастерской Который в том же году Станавливал у нас на Бутовском полигоне Соловецкий поклонный крест Эти кресты во многом похожи У них есть один общий символ Это в центре креста Находящееся средокрестие Средокрестие, которое Показывает Как выглядит Терновый венец спасителя Сплетенный С колючей проволокой Сталинских лагерей Очень яркий, емкий символ Одновременно это же То самое место, которое В древнерусской Ставрографии понимается Как венец славы Которым был увенчан И Господь как первомученик И как Венчались мученики за веру Своими небесными венцами Георгий Георгиевич использовал Очень интересный Глубокий, яркий символ Который он же, собственно говоря И разработал Для современной Ставрографии Это Колючая проволока Сталинских лагерей Сплетенная С терновым венцом спасителя Этот же символ Мы видим и на Бутовском кресте Но там он находится С обратной стороны Венца славы Который символизирует Торжество мучеников Действительно Сподобившийся, как мы верим В Царстве Небесном Венцов нетленных Новомученики на земле Несли страшный крест страданий Который вот этим символом Очень хорошо отображается Мы с вами поднялись На вершину Секирной горы Здесь В помещении храма Секиро-Вознесенского скита Собственно говоря Был устроен тот Самый штрафной изолятор Верхнее его и нижнее отделение Соответственно Занимали верхний и нижний храм Именно там находились заключенные Фактически обреченные на смерть Сейчас в нижнем храме Полностью восстановлено Прежнее благолепие Коностас Восстановлены росписи 19 века Которые В общем-то и заключенные видели Но Единственный, наверное Артефакт Сохранившийся здесь Со времен Штурного изолятора Это вот этот Дверной Глазок Который Хотя и сейчас Находится в полностью Заново окрашенные двери Напоминает Времени Когда здесь В нижнем храме Тоже находилась Часть секирного Штрафного изолятора Страшных Наказаний На секирной горе Было Спустить заключенного С лестницы К человеку Привязывали Кусок бревна И спускали По остаткам Деревянной лестницы Которая тоже Находилась на этом Склоне Секирной горы Но Как считают Соловецкие Исследователи Сотрудники музея Несколько в другом месте Вот По Ступеням Деревянным С этого Крутого склона Скатывались Только лишь Остатки Человеческого тела Все буквально Разлеталось На куске Это страшное Напоминание Нам тоже О том Что Здесь Когда-то Происходило О том Как здесь Тожествовала Бесчеловечность Как здесь Руками Человеческим Был устроен Ад Ну что же Сегодня мы с вами были На Секирной горе В этом страшном И святом месте Где сохраняется Память о новомучениках Блог Русская Голгофа На портале Игорьевсус.ру Игорь Горьковый Ждем вас Для Будущей встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова